К теме спорта. Завершились ежегодные соревнования при Полярный Кросс 2013. Несколько дней напряженных заездов принесли в копилку новоуренгойских спортсменов в очередную победу. Мотоклуб Ямбург стал бесспорным лидером в командном зачете. Два дня напряженных заездов, серьезные соперники и ярое стремление к лидерству. Как заполучить победу, так и помешать этому могло многое. И лишь азарт и уверенность в своих силах двигает вперед. На данный момент, на этой гонке, можно сказать, у меня не было соперников. То есть я ехал свободно. Я занимаюсь шамотокроссом 8 лет. И каждый год усиленно тренируюсь, чтобы добиться таких достижений. С каждым годом улучшается подготовка трассы и оборудования. Несмотря на непредсказуемость соревнований, спортсмены должны чувствовать себя защищенными. Мотокросс – это не шахматы. Один спортсмен получил травму. А так, общее впечатление, общая оценка, я удовлетворительно, это железно оценка. Толчок, стимул для занятия спортом. Потому что ваш город славится первым, что, как можно сказать, родоначальники снегоходного кросса. А сейчас уже отрадно, говорю, что и мотоциклетный кросс потихоньку, потихоньку, но и развивается, можно сказать, и уже и результаты сами за себя говорят. Как отмечает главный судья соревнований, подготовка новорингойских спортсменов на высоком уровне. Большой шаг вперед сделали монтокроссеры из клуба «Ямбург». С наивысшим командным результатом они вырвались в бесспорные лидеры соревнований. Командой выиграли первое место. У нас просто расслабляться сейчас нельзя, потому что следующий этап в ноябрьске. Мы сейчас выиграли, я думаю, что мы сейчас лидируем по сумме всех очков. Но вот в ноябрьске еще надо отъездить нормально, чтобы быть уже совсем спокойно, чтобы были эмоции, была победа и расслабиться. Потому что очень тяжелый, насыщенный сезон, практически каждые выходные соревнования. На закрытие соревнований у спортсменов едва остаются силы. Путь к пьедесталу дается нелегко. Сейчас у них в руках заветные кубки, а впереди километры к очередным победам. Анна Долгушина, Николай Александров, служба новостей «Импульс».